Во Всероссийском детском центре «Орленок» продолжает свою работу школа педагогических работников. В этом году ее участниками стали более 40 молодых людей из 20 регионов страны. У всех есть среднепрофессиональное или высшее образование. Как идет подготовка вожатых и чему они уже научились, об этом и другом в материале нашей съемочной группы. Целеустремленные, энергичные и полные идей. Вот оно, новое поколение педагогических работников «Ориентир-2015». Первое занятие – знакомство с «Орленком». Измеряйте ширину пляжной зоны. Дендропарк, пляжная зона и Черное море. Об этом и многом другом узнают будущие педагоги. Такой опыт и знания обязательно пригодятся в работе с детьми. Мне важно, чтобы они рассказали ребенку, куда он приехал с точки зрения природы. Он находится на Кавказе, на Северном или на Южном. Есть ли Южный Кавказ. Он находится на Севере или Юге России. То есть вот очень простым языком рассказать ребенку, куда он приехал. Одной теорией не обойтись. После небольшого экскурса ребята приступают к практическим занятиям. Изучают флору и фауну в игровой форме. «Нам очень важно задать ребенку вопрос. Кто сделал вот это отверстие?» «На самом деле это очень интересно. И когда дети приедут в Орленок, мы сможем им рассказать очень много всего интересного, куда они именно попали. Это на самом деле мне очень интересно. Потому что по географии в школе у меня было так себе. И сейчас я просто слушаю, слушаю и набираюсь этой информации. «Я считаю, что это, знаете, и когда тебе это рассказывают, ты, наверное, тоже почувствуешься тем ребенком, которым ты будешь все это рассказывать. Чтобы ты неким был проводником, сказочником по всему тому, что сейчас нас возит». В ходе обучения молодые педагоги осваивают образовательную технологию по созданию индивидуального портфолио ребенка. Эта работа позволяет решать одну из основных педагогических задач – помочь воспитаннику определить его индивидуальную образовательную траекторию развития. Тема сегодняшнего занятия – работа с Временным многонациональным детским объединением. «На этом занятии мы ребятам расскажем об особенностях такого рода групп и поделимся секретами, как сделать так, чтобы ребята, которые приезжают в Орлёнах на смену со всех уголков России, а зачастую и из других стран, легко находили общий язык, транслировали с гордостью свои национальные особенности, но это не мешало их дружбе, а наоборот содействовало укреплению». Одной из важных составляющих 48-й школы педагогических работников являются и занятия спортом. Ведь хорошая физическая подготовка – это залог успеха и здоровья. Для чего она нужна божатым, и так очевидно, уверила молодой специалист Екатерина Петрова из Смоленском. «Эта подготовка, мне кажется, необходима для того, чтобы знать, чем занимаются дети, уметь и подстраховать, если это касается скалодрома, и, в общем, быть спортивным, потому что, как мы знаем, орлёнок очень большой по территории, мы постоянно ходим, нужно всегда быть бодрым и никогда не уставать, и детей подбадривать». «Шаг приставит, шаг приставит, шаг приставит». Этим танцем учатся юные педагоги у главного балетмейстера центра Анны Зинцовой. Коллеги её называют творческим полководцем и музой Орлёнка. Масштабы её постановок поражают. Уже более 30 лет каждый год она занимается более чем с 10 тысяч детей со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. «Моя задача – их раскрепостить, потому что зачастую они очень зажатые внутренне, а урок хореографии, как необходимый любому человеку, даёт им возможность немножко сочинять, творить и всегда помогать проводить массовые мероприятия». Александра Важова приехала в Орлёнок из соседней Адыгии. 10 лет она занималась бально-спортивными танцами, тренировала младших товарищей. Урок хореографии ей пришёлся по душе, ведь здесь можно быть самой собой, делиться и принимать опыт от теперешних однополчан. «Танцевальная составляющая для культурного центра Орлёнок, в принципе, для вожатого, важна по сути своей, поскольку обладание навыками танцевальными помогает нам, вожатым, заниматься с детками и обучать их танцевальным навыкам и физическим упражнениям, что способствует их творческому развитию и умственному, и физическому одновременно». Встреча с делегацией исполнительного комитета Международного содружества лагеря – одно из ярких событий обучения. На ней участники применяют полученные знания и делятся педагогическим опытом, а также участвуют в играх. «Поразили они меня все, очень открытые, особенно канадцы. Мне почему-то они больше всех понравились, такие весёлые, открытые, классные. У них очень много интересных людей. Как вы уже видели, они очень интересные игры проводят, это очень полезно. Я думаю, для них что-то будет полезное. Мы подарим им в конце «Орлянский круг». Я думаю, им это тоже понравится. Общие впечатления, очень всё круто». Всего будущим вожатым предстоит освоить 286 часов теоретических и семинарских занятий, а также пройти практикумы в количестве 234 часов. После прохождения теоретического курса каждый выйдет на стажировку в лагере «Орлёнка». А она не за горами. Артём Зейтунян, Анастасия Николаева, Алексей Кузьмин и Сергей Окунев. Телеканал «Орлёнок ТВ».